В эфире программа новостей, студия Андрей Иванов. Здравствуйте! Ближайшие полчаса о самых главных событиях этого дня вам расскажу я и мои коллеги. С QR-кодом или без проект закона о введении ограничений обсудили на депутатском штабе в региональном парламенте. Сколько веревочки Невица в Приангаре вскрыли многомиллионные махинации с закупкой медицинского оборудования. Без наставника главный тренер Ермака подал в отставку. К обсуждению проекта закона о QR-кодах присоединились общественники и парламентарии Приангарья. На прошедшем накануне заседании депутатского штаба в законодательном собрании Иркутской области за высказались представители общественной палаты, региональное управление Роспотребнадзора, а также большинство дум и муниципалитетов. Напомню, законопроект предусматривает введение контроля QR-кодов, которые подтверждают прохождение курса вакцинации от коронавируса в междугородном и международном транспорте, на поездах и самолетах, а также в общественных местах и магазинах. Ситуация с распространением инфекции в Приангарье остается напряженной. Суточный прирост заболевших по-прежнему высокий. По последним данным, около 4,5 тысяч человек проходят лечение в больницах. За последние сутки от тяжелых последствий в регионе скончались 27 пациентов, а с начала пандемии более 7 тысяч человек. И сегодня же стало известно о том, что законопроект о введении QR-кодов поддержал и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Свой положительный отзыв он уже направил в Госдуму. Кроме того, Игорь Кобзев внес в региональный парламент предложение увеличить доходную часть бюджета на этот год на 3,5 миллиарда рублей. Деньги выручены с налога на прибыль. Часть средств планируют направить на сбалансированность местных бюджетов, а также на реализацию региональных и государственных программ. Предложение губернатора рассмотрят на ближайшей сессии 10 декабря. Продолжаем выпуск. Прибыльность майнинга биткоина падает уже целый месяц. Как сообщает РБК, за месяц курс главной криптовалюты упал на 39%. Между тем, Иркутская область остается одним из наиболее привлекательных регионов для добычи криптовалют. Эксперты связывают это с низкими ценами на электричество. На заседании Координационного совета по развитию предпринимательства в Ангарске обсудили вопросы, связанные с легализацией доходов от майнинговых ферм. Подробности далее. Заседание совета по развитию предпринимательства было посвящено вопросам налогообложения. Спикером выступила заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС Ольга Казакова. Представители бизнеса могли задать свои вопросы. Среди наиболее обсуждаемых тем стал майнинг. Что, впрочем, неудивительно. В настоящий момент Иркутская область считается клондайком для добытчиков криптовалют. Это связывается все еще низкими ценами на электричество. Биткоин здесь добывают многие. При этом доходы от ферм пока не поддаются налогообложению. Говорить о том, что это предпринимательская деятельность, наверное, это можно однозначно. Но законодательство, регулирующего именно налогообложение, майнинга, не существует на сегодняшний день. Вот я вам сказала, назвала 259 ФЗ, это единственный закон, который говорит нам о криптовалютах в Российской Федерации. В любом случае вида такого нет. Вы знаете, что у нас существует классификатор видов деятельности. Вы, когда регистрируетесь в качестве ИП или создаете юридическое лицо, вы обязательно туда закладываете, какие виды деятельности вы будете вести. Вопрос о легализации криптовалютных доходов уже не первый год является предметом для обсуждения, причем на всех уровнях власти. В ноябре Госдума сообщила о намерениях сформировать рабочую группу, цель которой создать соответствующую законодательную базу. Губернатор Игорь Кобзев предложил ввести дифференцированные энерготарифы, а также выделить в регионе площадки для промышленного майнинга. Доход от майнинговых ферм в России за прошлый год, по самым скромным оценкам, превысил 2 миллиарда долларов. Вместе с этим и растет нагрузка на электросети. В этом году количество потребляемой энергии в Иркутской области выросло в 2,5 раза. При этом, как отмечают эксперты, вместе с доходами криптовалютчиков растет и порог вхождения в этот бизнес. В ближайшие месяцы ожидается выход более мощного и, соответственно, более дорогого оборудования. Потому те, кто сейчас работает на устарейших моделях, в условиях снижения цены на биткоин будут вынуждены отключиться. Александр Бычков, Роман Буйнов, Дмитрий Новопашин. Местное время. Четверых Иркутян задержали по подозрению в многомиллионных махинациях с закупкой медицинского оборудования. По версии следствия, сотрудники нескольких учреждений здравоохранения, используя служебное положение, производили закупку медоборудования по завышенным ценам. Техника приобреталась в рамках государственной программы развития здравоохранения. Ущерб федеральному и региональному бюджетам оценивается в 21 миллион рублей. В настоящий момент фигуранты уголовного отдела заключены под стражу, где проведут ближайшие два месяца. Расследование уголовного отдела продолжается. В Иркутском ожоговом центре скончался еще один работник Кустеримского целлюлозно-бумажного комбината, где произошел взрыв кислорода. Таким образом, количество погибших в результате аварии выросло до трех человек. Напомню, взрыв произошел 24 ноября. Причиной стала утечка кислорода. Травмы получили пять человек. В тот же день Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по данному факту. Расследование продолжается. Отметим, что компания «Илим» является крупнейшим производителем целлюлозы. К другим темам. Впереди взрослая и самостоятельная жизнь. И самое главное, что строиться она будет на собственных квадратных метрах. 27-летний ангарчанин стал первым, кто получил жилье по программе сопровождения проживания граждан старше 18 лет. Это совместный проект социальных учреждений города и Министерства соцразвития, опеки и попечительства региона. И, к слову, он не единственный в округе. Все подробности у Марии Константиновой. Моя цель была, чтобы выйти в самостоятельную жизнь. Я ее вступил и пошел. Назад я уже в ход не дам. Владимиру 27 лет. Он – сирота. Не знает, что такое семья и забота. Но сегодня он по-настоящему счастлив. Выпускник ангарского психоневрологического интерната теперь будет жить здесь, в квартире, выделенной Министерством социального развития, опеки и попечительства региона. Мы хотим, Володя, тебе пожелать, чтобы у тебя здесь все получалось. Чтобы ты понимал, что ты взрослый человек, самостоятельный человек. Совсем одного Володю все же не оставят. Соцучреждение по-прежнему будет его опекать. Патронаж возьмет на себя комплексный центр Веста. Помогает делать покупки, оплачивать коммунальные счета, планировать бюджет. Словом, готовить к самостоятельной жизни. Учится еще в 35-м лицее, получает образование по профессии разнорабочей. Но мечта у него, он не сказал сегодня, вообще он не сказал, что у него мечта научиться шить обувь. Значит, ему в дальнейшем еще и надо техникум закончить. У Володи уже есть доход. Он работает дворником в интернате. Первые дни своей новой жизни начал с осуществления давней мечты. Завел крысят, шустрика и розу. Мне это очень понравилось. Вот я и решил тут завести их. Только я, конечно, разрешение взял. Можно, нельзя. А сказали, можно. Ну вот я теперь в крысах. Теперь я планирую себе завести рыбок, как я тоже это люблю. У Володи в любой момент может появиться сосед. Ведь это шуруплощадь ведомственная. Свою квартиру молодой сирота должен получить от государства. Чистить обувь. Чистить обувь. Положить за обувью. Мы вкладываем одежду. Учимся правильно раскладывать свои вещи. А это Лиза и Максим. Им уже есть 18. Но ко взрослой и самостоятельной жизни они только готовятся. Тренировочная квартира – это еще один уникальный проект комплексного центра Веста. Здесь все по-настоящему. Кухня, бытовая техника и атмосфера. Авторы проекта уверены – такая подготовка ребятам. Жизненно необходимо. Как правило, такая категория людей после ухода родителей, естественно, они попадали в дома-интернаты. Но родительское сообщество ставит проблему и всегда ставило, что они хотят, чтобы дети оставались в родных стенах. Но понятно, что дети на сегодняшний день не готовы к этому. Поэтому это направление открылось. Положительные изменения в поведении своих взрослых детей замечают и родители. Ведь будущее всегда тревожит. Кто сказал, что наши дети какие-то не такие? Они даже очень такие. Это может быть мы не такие. Ну, для каждого человека свой ребенок – это свой ребенок. Педагог говорит, что Максим Андреевич там что-то сам делал, там чистил морковку. И домой приходит мама. Я говорю, нет-нет-нет, давай-давай сам. Он говорит, я это не умею. Говорит, ты мне сказки не рассказывай. Ты давай, вот делай самостоятельно. То есть самостоятельность. Это очень важно. Перед тем, как запустить проект, в помещении сделали ремонт. Закупили новую мебель и технику. Тренировочная квартира – это не офис. Здесь все как дома. Сегодня жизненную стажировку здесь проходят шестеро молодых ангарчан. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время. К новогоднему убранству города присоединились предприятия сферы торговли и бытового обслуживания. До 1 декабря они должны были оформить входные группы и помещения в едином стиле. Концепцию праздничного оформления разработали в администрации округа. К работе уже приступила комиссия. Вместе с ними креативность участников муниципального конкурса оценили и наши корреспонденты. Торговые, социальные и культурные учреждения города активно включились в творческий процесс по созданию праздничной атмосферы. На территории округа проходит ежегодный конкурс на самое оригинальное оформление предприятий и организаций потребительского рынка. Заявки принимались до 26 ноября. Сейчас конкурсная комиссия обходит все заявившиеся объекты и выставляет баллы. У нас всего заявилось 38 предприятий. На сегодняшний день мы прошли 14, обследовали 14 предприятий. То есть еще меньше половины и ожидаем какие-то удивительные моменты, которые мы еще не видели. Ну и те предприятия, которые мы посетили, они, в общем-то, нас приятно порадовали. Участникам конкурса предлагалось проявить фантазию и украсить к Новому году окна, витрины, входные группы, фасады и прилегающую территорию. В этом году организаторы делают акцент на украшение входных групп. Награждение участников состоится 16 декабря. Как был Новый год, праздник для всех, для взрослых, для детей, он остается таким праздником. Хотя еще не чувствуется такого новогоднего настроения, но я думаю, что до Нового года будет у нас в городе еще краше, будет еще интереснее. На 18 декабря в ДК «Энергетик» запланирована специализированная ярмарка «Новогодний базар». Посетители смогут купить все к праздничному столу, а также новогодние украшения и подарки. Наталья Хмелева, Роман Буйнов. Местное время. И в заключении выпуска о спорте главный тренер хоккейного клуба «Ермак» покинул пост. Виталий Соловьев подал в отставку, согласовав свои действия с руководством клуба, сообщается на официальном сайте. Исполнять обязанности главного тренера будет ассистент Соловьева Сергей Чубыкин. Напомним, наставником ангарской команды Виталий Соловьев стал в сентябре 2020 года. Под его руководством «Оранжевые» сыграли 80 матчей и лишь в 25 из них одержали победу. Сейчас «Ермак» с активом в 19 очков занимает 25 место в списке команд высшей хоккейной лиги. Ближайший матч состоится 10 декабря на выезде. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Оставайтесь телеканалом «Актис» и делитесь интересными темами на нашей странице в Инстаграм. Желаю вам здоровья и хороших новостей. До свидания.